Комнатный жасмин самбак грандюк. Вот наконец-таки я дождалась его цветения. У него очень приятный аромат, сладкий. Вот один цветочек пахнет так, что наполняет ароматом своим сладким всю комнату. К сожалению, эти цветочки не очень долго держатся, примерно два дня. Если более холодные условия, то, наверное, может и до трех дней повисеть. Но цветает он очень быстро. Это череночек от материнского растения. Он зацвел, вот такой махонький. Ему хватило силы. Чудеса, конечно. Потому что материнское растение, которому три года, периодически выпускало бутоны на полуроспуске из-за нехватки света, вероятно. Они до конца не распускались и усыхали. А вот этот малыш зацвел. Вот такой малюбасик. А так вкусно пахнет. Я свой жасмин укореняю в воде. Нарезаю череночки, примерно по 10-12 см. Ставлю в воду. Стоят они у меня, так бывает, 2-3 месяца. Сначала появляется колес, а потом корешочки. И вот когда корешочки уже появляются, тогда я их высаживаю в рыхлую почву. В принципе, уход за ним несложный. Главное поливать. С весны до осени раз в две недели я их подкармливаю цветочным удобрением, которое содержит калий, фосфор, ну и, конечно, азот для хорошего роста листьев. На лето желательно такой цветочек высаживать в сад. Выставлять. Либо же, если есть возможность, ну хотя бы на балкон. Желательно на свежий воздух. Он тогда растет очень хорошо. Напитывается солнечной энергией. И, в принципе, тогда ему не страшны никакие комнатные болезни. Хотя на самбак-грандюк периодически может нападать паутинный красный клещ. И другие всякие живности. Ну, поэтому на лето лучше выносить на улицу. И ближе к сентябрю, ну, в зависимости от того, какая у вас погода, заносить обратно в комнату. Очень красивый цветок. По размеру он 3 сантиметра. Но так как это маленькое растение череночек, то это не все его возможности. Более крупное растение может давать более крупные цветочки. И можно попробовать этот цветочек заварить в чай, добавить. Вот такой красавчик. Жасмин самбак-грандюк.